В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Порядка 13 миллиардов рублей получит Башкортостан из федерального центра. Соответствующие изменения в региональный бюджет несли депутаты госсобрания Курултая республики. Корректировку главного финансового документа прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. Мы получили безвозмездно субсидии, достаточно большую сумму, более 8 миллиардов 300 миллионов из федерального бюджета. Плюс еще изменен порядок налоговых поступлений в бюджет республики. И порядка 12,5 миллиардов дополнительно получаем бюджет. Средства направят на развитие социальной сферы. В частности, будут профинансированы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, создание мест в дошкольных учреждениях, экологические и образовательные проекты, уточнил Константин Толкачев. На 13 процентов по итогам прошлого года вырос страховой рынок Башкортостана. Объем оценили почти в 20 миллиардов рублей. Данные привели в Национальном банке республики. Страховые организации заключили порядка трех миллионов контрактов, 65,5 процентов из них договоры добровольного страхования. Как отмечают эксперты, именно в этом секторе зафиксирован рост. По сравнению с 2017 годом сумма взносов увеличилась на 6 процентов, достигнув 6 миллиардов 300 миллионов рублей. А число заключенных договоров выросло на 33 процента. Национальный банк Башкортостана объясняет тенденцию продолжающимся спросом на ипотеку. Кроме того, регулятор отмечает, что общее число участников страхового рынка в регионе уменьшилось за 2018 год на 11 процентов. Ради Хабиров предложил сократить время обучения для выпускников медучилищ и зачислять их в высшее учебное заведение сразу на первой или второй курсы. Как заявил временно исполняющий обязанности главы Башкортостана, такой подход сэкономит средства граждан и позволит улучшить проблему с кадрами. А у федерального центра, что мы хотели просить? Дело в том, что ведь он получает довольно такие объемные знания за период обучения в медучилище. Но когда он поступает в медуниверситет, это все не засчитывается. Он снова садится за первый курс. И в принципе, в моем понимании, я небольшой специалист в этом, но мы уже с экспертами говорили. Вот если бы была возможность брать его с медуниверситета, для него отдельную программу делать медицинскую, и чтобы он поступал не на первый условно курс, а может быть хотя бы на второй или на третий. Также Ради Хабиров отметил, что со своей стороны республика продумывает финансирование обучения для выпускников медицинских училищ. Неделю назад руководитель Башкортостана поручил региональному Минздраву разработать меры материального стимулирования для тех, кто поедет работать в больницы городов республики. Профильное ведомство отчитывалось о нехватке порядка полутора тысяч врачей разных специальностей по состоянию на осень прошлого года. И в завершении информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар прибавляет 43 копейки и стоит 64,59. Евро дороже на 13 копейка к вчерашнему дню и 72,71. Лучшие обменные курсы к этому часу – покупка доллара по 64,76 в банках Нейва и Финам, продажа в банке Нейва по 65,08, покупка евро в банке Финам по 72,90 и продажа в банке Нейва по 73,10. Держитесь курсом вместе с РБК, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова